Православные отметили один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. Божественные литургии прошли во всех церквях Люберецкого благочиния. Наша съемочная группа побывала на службе в одном из старейших храмов Подмосковья. Деревянный храм в Наташине построен и освящен в 1913 году во имя Живоначальной Троицы. В советское время церковь не закрывалась, а в 30-е годы оставалась почти единственной действующей в округе. Главный престол храма – в честь Святой Троицы. Поэтому сегодня здесь по-особому торжественно и нарядно. В сошествии Святого Духа на апостолов, которые ожидали этого события, сидели в Сионской горнице в Иерусалиме, и как повествует Священное Писание, раздался шум как бы от сильного ветра и сошел на апостолов Святой Дух в виде языков огня. И исполнившись Святого Духа они получили такую великую животворную силу и пошли с проповедью Слово Божие по всей земле. Праздник Святой Троицы называют днем рождения христианской церкви. Именно с этого дня апостолы стали проповедовать и основывать христианские общины. Событие произошло на 50-й день после воскресения Христа, поэтому праздник также называют Пятидесятницей. Поскольку до этого дня на земле было известно только действия Бога Отца как Творца мира, Бога Сына Иисуса Христа, который проповедовал на земле как человек, вот именно в этот день сошел Святой Дух, и мир познал силу третьего лица Святой Троицы. Служба в этот день – одна из самых ярких. Священники облачены в праздничные зеленые одеяния. По традиции церковь украшают цветами и веточками березы. Среди основных святынь храма два образа Богородицы – Косинская и Люберецкая. Ежегодно в День Святой Троицы храм вмещает несколько сотен прихожан. Надежду Стучилину сюда еще девочкой привела мама. Теперь она постоянная прихожанка этой церкви. Почитала кафизму 17-й и пришла сюда. Я каждую неделю прихожу по силе возможности и встаю здесь и прошу Бога, чтобы он дал всем здоровье, людям счастье. На территории прихода действует воскресная школа. Ее посещают более 150 детей. В следующем году храм отпразднуют 110-летие со дня освящения.